привет друзья сегодня небольшое видео о том что происходит у нас в латвии сейчас я нахожусь в городе рига утро половина восьмого и хочу вам показать что у нас изменилось на дорогах хочу заметить что у нас сократился транспортный поток по этой дороге я езжу много лет и обычно вот всегда здесь на этом перекрестке начинается пробка вот уже целую неделю здесь свободный проезд обычно я чтобы попасть свой район я должна свернуть направо в этом отношении мне конечно хорошо и я не должна здесь стоять чтобы проехать мост через железную дорогу вот сейчас я вам покажу в этом месте я поворачиваю направо и ухожу от этого потока от этой длиннющей пробки в которой можно простоять полчаса чтобы проехать мост через железную дорогу вот в этом месте я ухожу всегда направо ну а последнюю неделю я свободно здесь проезжаю через мост и и это немножко сокращает мой путь может быть минуты на 2 но тем не менее это приятнее ехать чем стоять в пробке и ехать по более сложному пути конечно вероятнее всего уменьшение транспортного потока связано с тем что школы переводят на удаленное обучение удаленно учиться уже давно учится 7 и 12 классы и переводится на удаленное обучение 5 и 6 классы ну а для первых четвертых классов начальной школы министерство подготовила сюрприз сюрприз которого никто не ожидал и как они такое придумали мне это конечно очень интересно я бы вот до такого лично не догадалась бы и что же они придумали они придумали что на каждого ребенка в классе должно быть три квадратных метра и еще конечно же учителя должны обязательно вести уроки масках ведь именно они являются главными источниками заражения в школах учебных заведениях и вот сейчас администрация школ лихорадочно ищет решение как же обеспечить каждому ученику три квадратных метра а наша министра образования очень легко нашла ответ на этот вопрос она предложила использовать рядом стоящие пустующие здания ну а где же взять учителей чтобы после того когда классы будут разделены на группы дети могли бы также полноценно получать знания у квалифицированных педагогов какие такие пустые помещения рядом со школами где взять педагогов задача с двумя неизвестными но тем не менее несмотря на эти трудности администрация школ находит решение ведь школах теперь на удаленку ушли 5 6 и 7 и 12 классы остались пустующие кабинеты и теперь каждому классу можно дать дополнительно еще один кабинет а учителю ведь совсем не трудно поработать в одном кабинете 20 минут обучить детей теме и сбегать на второй этаж но может быть и не нужно бежать на 2 на 3 или 4 этаж этот кабинет он может и рядом находиться и даже если надо сбегать соседний корпус соседнее здание это даже хорошо это можно пробежаться подышать свежим воздухом это больше активности это только пойдет на пользу вот он выход 20 минут обучаем в одной группе детей и 20 минут обучаем другой группе детей одного класса ну конечно же когда учитель уходит работать другую группу детей нельзя оставлять одних мы должны обеспечить им безопасность поэтому нужны помощники а где же взять этих помощников да где взять в школе много людей которые не занимаются преподаванием это психологи социальные работники студенты практиканты да и просто помощники учителей также преподаватели продленных групп еще наверное еще библиотекари вот не знаю задействовали ли и вот такие меры предосторожности они конечно очень предохраняют нас от заражения этой ужасной этим ужасным вирусом ведь учителю предметнику нужно за день обижать 6 кабинетов столкнуться поконтактировать ну хотя бы на расстоянии даже шестью ну да шестью помощниками ну и как бы все все безопасно достаточно безопасно на самом деле конечно это все вызвало шквал возмущения в адреса нашего нашего министра но эта женщина и вплоть до того что профсоюз учителей сейчас предлагает отправить ее в отставку было бы гораздо целесообразнее и продуктивнее отправить и начальную школу на удаленное обучение я считаю что в данном случае такое обучение оно стало бы более продуктивным обстановка сейчас стране очень серьезная позавчера было почти 900 заболевших и сколько продержится учителя ведь они тоже люди но об этом никто не думает и естественно уже много случаев заразившихся учителей мне кажется если сейчас у учителей взять тесты то среди уже среди них уже найдется очень много носителей этого вируса по статистике уже каждый десятый зараженный в классах есть дети у которых больные родители неизвестно ли больные ли эти дети и они еще вовремя не могут сдать тесты и естественно они уже являлись контактерами со своими одноклассниками и с учителями и поэтому все очень очень серьезно но вот это то что я хотела сегодня рассказать как бы поделиться своими новостями новостями нашей стране жду ваших комментариев что вы думаете как сейчас вообще как сейчас жить дальше обстановка очень нервная очень напряженная спасибо вам за просмотр за ваши комментарии до новых видео